Микс Ньюс Радио Болтком Радио Болтком Я соглашусь И о этой болезни как раз говорят, что Поскольку это хроническое заболевание Что от него вылечиться невозможно Но его можно лечить и жить стабильной ремиссией Которая означает, что жизнь удается И человек живет довольно здорово и социально активно То есть можно добиться воздержания длиною в жизни Это и есть та самая победа Да, это и есть, это сохранение своей жизни Есть у вас такие примеры на практике? Да, есть Потому я продолжаю работать Ну вот если говорить о причинах Почему люди начинают пить Если мы начнем с этого Есть определенная пустота, которую необходимо заполнить с помощью алкоголя? Или же все-таки причины злоупотребления алкоголем могут быть разные абсолютно? Ну поскольку это болезнь биопсихосоциальная Значит составные поводов и рисков появления этого заболевания очень много И очень такая частая проблема, что не считаются срожденными проблемами Получается Генетическими Генетическими, да Что в семье у кого-то была зависимость Или какие-то нюансы чрезмерного употребления Или даже курение Или что-то другое Да, из-за чего человек, может быть, начинает выпивать У него, ну, начинают нравиться эти эффекты, которые дает алкоголь И болезнь начинает развиваться, да И она развивается не за один день Или даже за месяц, да Там нужно время Но когда случаются уже такие, ну, уже тяга влечения к этому, да Человек очень трудно останавливается И уже черту зависимости можно переступить И обратной дороги к какому-то контролируемому употреблению алкоголя уже невозможно Вот мы говорим сейчас о предрасположенности генетической, да, определенного рода То есть есть те, кто наиболее подвержен, получается, алкогольной зависимости Кто-то менее, получается, да, если на практике говорить Ну, как получается, рождается человек, да, и у него для жизни Собой дана разная информация и те ресурсы, которые он использует в жизни Он может эти ресурсы или риски не осуществовать в своей жизни Но если он начинает тратить свое здоровье, как, ну, как хочется И не думать о том, что употреблять алкоголь для него, именно для него Может быть рискованно из-за того, что мама или папа употреблял Да, тогда он быстрее становится больным человеком Может ли зависимость формироваться, если мы не говорим сейчас о генетической даже предрасположенности Может ли она формироваться постепенно, так подкрадываясь якобы То есть в какой момент нужно начинать бить тревогу? Человек, который не употребляет алкоголь, не может стать зависимым от алкоголя Значит, когда человек делает первый глоток алкоголя Это такой экспериментальный шаг к тому, что с ним будет Какой первый опыт? Какие следующие опыты употребления алкоголя? Как влияют на него социальные стереотипы, которые, к сожалению, в обществе существуют И они существуют не только в нынешнем обществе, но и существовали и в какое-то время обратно Что это нормально, так много праздников, где выпить это нормально Но мне кажется, важно задуматься, все ли именно так Может быть, для меня важнее оставаться трезвым И если человек все-таки это не осознает и продолжает употреблять С ним случаются внутренние перемены, которые влекут в себя перемены обмена веществ внутреннего организма И информации в мозгу Что именно то, что нужен алкоголю организму, это такая уже истина его существования И потребность необходимости и потребность к этому И это очень опасно, это уже болезнь Вы сказали о том, как меняется человек То есть получается, что алкоголик, он становится в принципе безразличен в дальнейшем И к своей внешности, и к социальному статусу какому-то То есть по сути его потребности, они становятся подчинены одной тематике, это алкогольной Можно ли так сказать? Можно так сказать, но иногда ассоциируют алкогольную зависимость только с человеком-бомжом Извините, но это уже что-то, что дошло до крайней деградации С зависимостью болеют довольно социально сохраненные люди У которых семьи, работы, это чиновники, даже очень серьезные люди Но они болеют этой болезнью и чувствуют себя очень несчастливо И они какое-то время могут находить хотя бы равновесие в этих средах Но они все время теряют Нету ни одного, который, вивая и болея этой болезнью И не леча его, могут долго сохранить это Где-то начинаются потери Через какое-то время каждому это личное Но алкогольной зависимостью могут болеть очень состоятельные Благополучные Благополучные люди Так что это миф, что это только бомжи Может, это сложный вопрос, но почему счастливые люди начинают пить? Вот я же вначале говорила о пустоте какой-то определенной Если мы не берем во внимание генетические предрасположенности Это в любом случае Счастливые люди не пьют Им это не нужно Им радует серая природа Если она такая есть Просто класс жить просто так Спортом заниматься Не сливые даже, а благополучные Как раз это благополучие семейное Благополучие в карьере Но человек все-таки тянется к рюмке Вот это что-то другое Иногда человек снаружи очень благополучен Он очень челюстремлен, но внутри все-таки есть какая-то Гложит какая-то проблема, которую он может никогда никого не озвучал Он борется с внутренними психоэмоциональными конфликтами Может быть, есть какой-то жизненный опыт Который идет еще с детства Который не решался И человек чрезмерно старается Чрезмерно все делает Плюс, плюс и плюс Что я бы и не делал Может быть, это не совсем Самое лучшее Еще лучше можно И он себя истощает И тогда получается Снаружи он такой счастливый И много что делает А внутри он чувствует себя все время плохо, плохо, плохо И вот этот глоток как-то отпускает его Этот требовательный Внутренний требователь Значит, что надо еще лучше Еще лучше И тут Вот как раз очень успешные люди Спотыкаются И в какой-то момент понимают, что Идя по этой дороге Они как раз Идут вниз Они Вот говоря о дороге вниз Опять же Мы сказали вот о том, что Алкоголик, возможно Меняется его мышление В какой-то степени Оно подчиняется этой алкогольной тематике Если говорить о физиологических изменениях Насколько они могут быть разрушительны Если мы говорим о работе Жизненно важных органов О системе организма Это алкоголь Как органический яд Как вещество У которого нет специфических рецепторов В организме Он просто вникает в любую клетку Приходя все рубежи клеток И повлекая за собой перемены Именно этих составных клеток И даже генетической информации в клетке Вот почему алкоголь такой опасный И почему про него надо обдуматься Перед чем Как выбирать больше да больше Он Поначалу организм может как-то компенсировать И печень И поджелудочная железа Да Мозг тоже что-то вытерпевает Какое-то время Но все-таки деградическое действие происходит Как это с ядами происходит Да Но Эти Малые позитивные эффекты На которых человек Как на крючке попадается Сначала держится Как самое главное Хорошее И остальное не замечается Но если у человека Когда он начинает вообще пробовать Есть Эффект Ну Того что у него плохо Да Рвотный эффект Организм же дает Конкретный сигнал Мне это не нужно Это яд Не надо Я его хочу убрать Но это наступает ведь уже после Не-не-не Когда человек не привык Организм не знает Что ему надо с этим ядом Разбираться И когда он выпивает У него Позывные Отторжения Именно Когда он очень конкретно Пробует Еще и еще Организм Умен И он думает А Этот яд будет поступать Регулярно Окей Я что-то с ним буду делать И он Привыкать Да Буду привыкать И посылает Разную информацию Для метаболизма Алкоголя И организм Начинает меняться И это называется Толерантность Что человек Раньше выпивал рюмку У него уже было плохо А сейчас он уже 200-300 граммов выпивает Все нормально Я хорош Ну С утра Может быть Хуже Но я Не похмеляюсь А когда Уже С утра Хочется Похмеляться Это вообще Это уже диагноз То есть это как раз Тот самый сигнал Это уже Конец Это уже точка Если хочется Только деградацию Тогда Если Похмеляется Человек Это уже Начинает Зваться запоями Осознание того Что ты болен Какую роль играет В выздоровлении Насколько ключевую роль Играет Абсолютно ключевую Это получается Довольно трудно Это самое трудное Вообще-то Задание И для Самого человека И для специалиста Который с ним работает Потому что Человеку надо признать Свою Бессильность К этому Так сказать Монстру Который В него Родился Но именно Это Бессильность К тому Что он не может Поставить Время Вспять И сделать Что-то Изменить себя В прошлом Это невозможно Значит Он Принимает Себя Такого Какой он Есть На тот момент Считается С тем Что Обмен Вот Изменениями Его организма Такие случились И единственный Вывод Что Жизнь Трезва Это То Что несет Ему Благо Потому что С этим болезнью Он не может Больше не считаться Но бороться С ней Так Что Нет У меня Нет Через какое-то Время Пройдет И я опять Буду пить Вот это Отвержение Отвержение Истины А признание Как раз Дает силы Для Продвижения Вперед И вот Тогда Этот самый Главный Ключевой Момент Признание Своей болезни Тогда и Подключаются Те Которые Человек Спрашивает Себе Помочь Которых Спрашивает Себе Помочь А это Могут быть Разные Люди То есть Осознание И принятие Того Что ты болен В первую очередь Есть такой Первый шаг На пути К этой Борьбе Именно так Именно так Но Осознавание Иногда Случается Только Через Потери Через Последствия С которыми Человек Встречается Последствия Могут быть В семье Последствия Могут быть Именно Здоровье Когда Или Нечаянно Проверяются Анализы Крови Или Кто-то Из органов Проверяется И семейный Врач Говорит Что-то Не так Хотя бы Простые Проверечные Тесты Которые Может Каждый Человек Найти В интернете Их Называет Аудит Тест Это Тест Который Проверяет Какие Есть Употребления Алкоголя Какие Могут Привести Проблемы И Просто Аудит Это так Его называют То есть О последствиях Он предупреждает Правильно я поняла Он уже как-то В 10 Вопросах Уже Включены Такие Ключевые На какой стадии Человек Находится Сейчас Какая ситуация На тот момент Какие уже Последствия И как может быть Уже Это звучает Или очень опасное Употребление Или уже Это можно Назвать Зависимостью Такой Простой тест Который Можно Человек Найти сам И даже Тихо Проверить Что с ним Если говорить Об этапах Лечения С чего Следует Начать Борьбу Так Ну лечение Конечно Важно Обсудить Если у Самого Человека Есть сомнения Или семья Уже Об этом Говорила Я за то Чтобы Лечение Было Ну Профессиональной Компетентной И скорее всего Разговор Можно даже Начать С семейным Врачом Потому что Есть Ну мы Даем Как специалисты Наркологи Информируем Есть лекции Информации Про то Как распознавать Эти болезни И этот человек Может быть Первый С кем Обговорить Свою проблему Он может Даже Проверить Здоровье И Направить На консультацию К наркологу Если Важно Ну именно Государственное Да Такое Если Есть и Сомнения И у самого И без Бессимейного Врача Посещая Это Психолог Это Психиатр Это Психотерапевт Ну Конечно Нарколог Лучше всего Но иногда Человек Сначала Боится Идти Я бы сказала Ну Что бы не боялись Мы наркологи Не страшные люди Но мы Очень много Задеваем Может быть Такие Серьезные темы Да И это не всегда Приятно Но это важно Начинать Снимать Защитные Реакции Защитные Эти все Ну Важно быть готовым Признаться себе И признаться И доктору Который будет Себя лечить Откровенно Но Когда Есть Истина И есть Понятие Всего Ну Хотя бы Большую Сторону Всего Что происходит Человеком Можно Выбрать И вместе Обсудить План действия Что для этого Человек Самое Нужное И Эти планы Лечения Могут быть Разные Потому И так важно Профессионально К этому Подойти Сейчас мы Можем Видеть Массу Огромное Количество Возможностей Кодирования Кодировок Например Это и Медикаментозное Кодирование С помощью Инъекций Таблеток Кодирование С помощью Аппаратное Тоже Лазер Воздействует Насколько Я поняла И Кодирование С помощью Гипноза Еще есть Такой Метод Довженко Например Также О нем Хотелось бы Поговорить Но если По порядку Насколько Способ Медикаментозный Эффективен Но опять же Я понимаю Что это все Индивидуально Но все же Ну Как бы Для меня И как я Объясняю Своим Пациентам Все Начинается С хотения С самого Пациента Он Открылся Своей Проблемой Я Открылась С тем Что я вижу Как субъективно Со своей Стороны И Тогда Определяется Насколько Он Хочет Какие-то Перемены Иногда Человек Находится В такой Стадии Обдумывания И важно Тоже Не всегда Настаивать На какую-то Методику Что сейчас Вот выходя Из этого Кабинета Только надо Делать Мне кажется Важно Чтобы он Понимал Своё Состояние Здоровья Понимал Прогноз Своего Здоровья И Понимал Какие Есть Варианты Для него Которые Может быть Предлагает Врач И они Вместе Могут Определиться Что для него Приемлемый Так что Не всегда Первый раз Что-то Происходит Иногда Это только Разговор Но Очень Важный Разговор Есть Ну Тоже Уровень В каком состоянии Ко врачу Приходят Иногда Нужна Острая Детоксикация Или Амбулаторная Или Стационарная Снять Именно Снять Снять Дискомфорт И Бессонницу И очень Много Симптомов Которые Довольно Жизненно Опасные Так что Это еще Не сразу Идет На На такое Длительное Лечение Какой-то План Надо Оценить Это Но Если Острое Состояние Уже Нет Есть Вздержание Могут Быть Медикаментозные Немедикаментозные Лечения И В мире Используют Медикаменты Которые Как бы Или Блокируют Употребление Алкоголя Или Блокируют Рецепторы Которые Вызывают Тягу Они Разные В государствах Тоже Могут Отличаться Да Но Есть Такие Медикаменты Которые Так Действуют Есть Возможность Выбирать Методики Которые Чисто Ну Исторически Развились В регионе Советского Союза Так сказать Да И Содержат Ну Такой Медикаментозно Гипнотический И Сугестивный Эффект И Они Как бы И официально Существуют В нашем Наркологическом Сфере Услугах И сферах Да И Я говорю О Так называемой Торпеде О Ампуле И Гипнозе Да Которые Есть И Люди Иногда Все Называют Кодировкой Но Я Всегда Говорю Они Различаются Да Есть Три Методии Один Как бы Укол Другой Имплант Лекарство Хирургическим Путем Это Ампула И Кодировка И Это Как Гипноз Да Но Гипнозом Не так Много Занимаются Сейчас Ограниченные Может быть Людей И К этому Может быть И ваша названная Довженька Методика Которую Ну Как-то К этому Привлекают Но Официально Это Не Ну Не Подтверждено Да Нам сейчас Нужно будет Прерваться Буквально На несколько минут И потом Вернемся И продолжим Оставайтесь с нами Да Мы продолжаем Программа Выбор В гостях У нас сегодня Врач-нарколог Илза Максима Еще раз Здравствуйте Здравствуйте До перерыва Мы говорили О кодировании В том числе И о гипнотическом Кодировании С помощью гипноза О методе Довженко Мы упомянули Очень много Скептиков Исказывается По этому поводу О том Что невозможно Встроить в мозг Человека То что Какой-то код Запрограммировать Его как нужно И что весь этот ритуал Гипноз Он такой Довольно сомнительный Как это происходит И можно ли Действительно Запрограммировать Пациента На какую-то Базу Определенную Установку Ну Я этим Не занимаюсь Потому Не могу Комментировать Это бы Не совсем Честно Было бы Хорошо Было Кто-то Это рассказал Но что Я могу Сказать Хорошо То Что Даже Этот Ну Который Использует Эту методику Он Говорит О этой Проблеме Он Фокусирует Внимание На то Что может С человеком Случиться Получается Он уже Получает Информацию Которая Истина Которая Действительно Правда Если там Вторая Сторона Так называемого Мистического Мышления Что Что Какое-то Чудо Которое Исходит Из чего-то Во мне Входит И И Делает Во мне Новую Программу Я не уверена Это Научно Нигде Не доказано Но Если Я за то Что Что бы Не было За методика Влечения Важно Что Если Это Ему Помогло Остановиться Разрушать Свою И Жизнь Других Людей Близких Да Пусть Так и Будет Единственное Мне Очень Обидно Что Есть Иногда Неспециалисты Или Действительно Плохие Так сказать Специалисты Которые Используют Эту Доверенность Людей Это Мистическое Мышление Людей И Используют Направо Налево Даже Не Определяя Да И Это Не совсем Хорошо Человек Может Пробуя Но Не совсем Быть Уверенным В этой Проблеме Или Это Хотят Даже Близкие Это Тоже Опасно Что Близкие Хотят А он Просто Соглашается Из-за Каких-то Условий Это Не тот Эффект Который Дает Долгосрочный Эффект Он Будет Коротким А Отношение Только Ухудшится Да И Получается Что Это Через Не могу И Потом Рецидив Может быть Даже Хуже Чем Приведущая Ну ведь Вы сказали О том Что Как мы Уже Говорим В течение Всей Программы Основное Это Захотеть Самому И Прийти К этому И осознать Свою Зависимость Но ведь Зависимость Опять же Вы можете Меня поправить Остается У пациента Пока Остается Тяга Как раз К этому Алкоголю Какой Способ Может Выработать Именно Отрицательный Условный Рефлекс На спиртное И Способствовать Снятию И непосредственно Этой Тяги Алкогольная Зависимость Это Болезнь И Симптом Болезни Считается Один из симптомов Болезни Это Тяга Это Очень Очень Серьезный Симптом С которым Иногда Человек Не болевший Не может Даже Его Осознавать Это Импульс Из Недр Мозга Что Мне Это Надо Я Это Хочу Потому Что Где-то В памяти Оставался Есть Уже Создан Файл Что Алкоголь Для Меня Благо Он Дает Мне Что-то Такое Или Давал Какое-то Время Такое Что Я Чувствовал Себя Как-то Прекрасно И Эта Тяга Мозг Ну Так Сказать Одевает Таким Туманом Что Он Помнит Только Хорошее Но Не Понимает Что Худшее Случилось И Именно Разговор Распознавания Этого Симптома Тяги И Что Делать В Моментах Когда Эта Тяга Появляется Даже Иногда В Неизвестных Местах И Во Времени То Что Надо Лечить А не Человека На цепь Поставить А С тягой Ничего А именно Развивать Его сознание Про то И критическое Мышление Про то Что У меня Это болезнь И что Я могу Делать С тягой А с тягой Есть Ну Так Сказать Когнитивно Когнитивные Методики Переменной Поведения Методики Да Это Мотивация Миннесота Рехабилитации Где Человеку Обучают Жить По-новому Распознавать Себя По-новому И Вот Это Что-то Разумное Да Но есть Медикаменты Которые Могут Смягчить Эту Порыв Тяги Да Те Которые Снимают Активность Рецепторов Опятных Да И Они Тоже Помогают Это Помогает Человеку Достигнуть Трезвости Чем Она Больше Дольше Чем Лучше Больше Может Подключиться Мозг К Мышлению Ну И Есть Такие Блокировающие Медикаменты Которые Тоже Используются Мир Которые Блокируют Обмен Веществ Алкоголя И Вот Те Лекарства Которых Употребляют Надо Очень Серьезно Осознавать Что Комбинировать С алкоголем Их Нельзя Что Случается Выпивая Это Лекарство Ну Пьет Человек Зная Что Он Лечится От Алкоголя Но Он Или Нечаяно Или Чайно Пробует Выпить Алкоголь У него Становится Плохо С Каких-то Маленьких Проявлений Да Там Плохо Состояние Голова Кружится Болит До Крайности Как Может быть И пугают В методиках Что Можно дойти До реанимации Но Это Именно Так Чем Больше Выпит Алкоголь На Это Лекарство Тем Страшнее Поэтому Очень Надо Объяснять Что Это Нельзя Так Просто Дать Или Давать Иногда Скрыто Это Не Всегда Правильно Вы Комбинации Сказали Опять же Кодирование С помощью Вшивания Ампулы Да Такое Существует И Врачи Нередко Говорят О том Что Если Ты Выпьешь Ты Умрешь Не Самый Гуманный Может Быть Подход Но Это Действительно Так На Практике Именно Так Потому Что Вшивается В Медикамент Который Блокирует Метаболизм Алкоголя И Значит Вшивают Почему Чтобы Не Было Варианта Выпью Таблетку Не Выпью Таблетку Да Чтобы Был Такой Для Себя Уже Стопроцентный Выбор Когда Мне Предлагают Или Когда У меня Сегодня Будет Ну Не Знаю День Рождения Или Что Такое Да Что Я Не Выпью Таблетку Пойду И Там Буду Выпивать Вышивая Ампулу Человек Как бы Принимает Решение Что Сейчас Вот Год и Больше Я Не Хочу Пить Что Мне Не Предлагали То есть И последствия Действительно Могут быть Разрушительными Для организма И Важных К сожалению Да Опасными Да Но Ничего Не Случается Когда Нет алкоголя Внутри Ничего Печень С Этим Разбирается Говоря О Гуманных Способов Кодирования Может быть Вы Скажете Мне Опять же Да Есть Такой Способ Я О нем Слышала Что Пациент Может Быть Закодирован Он Может Выпивать Но Он Не Будет Пьянеть Вот Такой Щадящий Режим Что Это За Способ Это Те Медикаменты Которые Действуют На Тягу Вот Это Тот Же Медикамент Он Не Снимает Возможность Употребления Но Он Снимает Эффект Довольствия Алкоголя И Для Как бы Выбора Человека И Выбора Его Жизни Здоровья Эти Медикаменты Тоже Это Хорошо Когда Например Что Тяга Тише Но Когда Он Выпивает Алкоголь Он Не Дает То Благосостояние Эффектов Я Пью Больше Больше Мне Да Больше Больше Нет Где-то Одна Две Рюмки И Все Пью Следующий Одно И Тоже Но Это Как Обман Рецепторов В Мозгу И Вот Но Это Официальное Лечение Это Из-за Того И Выбирают Такие Лекарства Они Их Можно Ну И Купить Здесь В Латвии И Я И Коллега И И Такие Лекарства В Практике Да Ну Как Долго Этот Эффект Может Действовать В течение Несколько Недель Месяца Обычно Это Суточные Дозы На Сутки На Сутки Это Действует Да Но Это Опять Лично Каждый Обращается С проблемами Объясняет Да Что Надо Понять Если Человек Начинал Болеть И Заболевает Этой Болезнью Это Года Это Ну Три Пять Кому-то Десять Лет И Думать Что За Один Консультацию Или За Один Месяц Все Будет Хорошо И Проблем Никаких Никогда Не Будет Но Это Не Было Было Кричично Думать Говорить О Ремиссии Можно Когда Человек Воздерживает Целый Год Тогда Можно Сказать Что Да Что То И Если Один Год Такой Был И Сорок Может Стать Но Я Про Те Именно Методики Которые Позволяют Человеку Развиваться И Осознавать Разницу Себя И Во Времени Какой Я Был Раньше Что Я Делал Раньше Но Что Со Мной Случилось И Что Я Буду Как Сегодняшнего Дня Я Живу И Уже Названные Стациональные Психотерапевтические Методики Миннесота Мотивация Но И Группы Поддержки Анонимные Группы Которые Это Абсолютно Прекрасный Вариант Человеку Даже Не доходя До Нарколога Найти Спасение Я Б Очень Приглашала Попробовать И Хочется Заметить О том Что У людей Которые Они болеют Этим Они Ну Кинематографии Могут об этом Посмеяться Это как-то Шутка И так далее Но Тем Кому Это Проблема Это Просто Классная Возможность Найти Себя Найти Доверие И Не Критики Ну Понимание Взаимопонимание Встретить Тех У кого Так же Болит И С теми же Это такой Путь реабилитации Опять же Да Если вот Говорить Немножко вернуться К тому Что когда человек Срывается После кодировки Что ему делать Опять же Обращаться За помощью Главное Не молчать Не продолжать Разрушать Себя Потому что Каждый Каждый Может быть Довольно Критическим И Таким Что Получить Например Там Инфаркт Инсульт Или Эпилепсию Или Психическое Заболевание Как Ну Бонус К этой болезни Я не думаю Кто-то хочет Чтобы с ним Это случилось И Осознавая Что каждый Раз Может быть Критическим Важно Обращаться За помощью И Опять Можно Найти Дорогу Вот Хотела бы Просто Болезнь Серьезная Трудно Лечить Но Есть Возможности Если Сам Человек Что-то Хочет Все Врач Хочет Вместе С ним И Это Уже Команда Это Уже Можно Многое Что Сделать Так Что Как Выдохнуть Да И Пробовать Выпрямить Спину Идти Дальше Это Абсолютно Возможно Какие Последствия Могут Быть После Кодирования Если Какое-то Может быть Пагубное Влияние На здоровье Человека Даже Если Он Держится От Кодировок Различных Способов Кодировок Если Было Отрицание И Используется Какая-то Блокирующая Методика Не совсем Осознанно Для Самого Или Согласия Самого То есть Если Родственники Привели И он Просто Соглашается Чтобы Пойти На Компромисс Больше Это Выражается Психоэмоциональными Состояниями Как Говорится Раздражительность Был Нормальный Человек Он Дружил Там Веселый Активный Можно было С ним поговорить А сейчас Вообще Ничего Не сказать Он Сразу Кусается Вот Это Говорит О том Что Человек Не принял Что Он Болеет Но Он Согласился На Какие-то Правила Но Он Сейчас Держится Если Кто-то Он На Цепи Если Кто-то Поближе Руку Подсунет Он Укусит Вот Вы Поймите Каком Состоянии Человек Который Использовал Методику Но Не Готов К Переменам Да И Это Его Истощает Психоэмоционально Могут Появляться Даже Депрессивные Симптоматики Могут Появляться Бессонница Другие Раздражения Или Даже Переход на Другие Зависимости Начинает Человек Курить Больше Он Начинает Пивать Кофе Чай На Энергические Или Начинает Играться Азартные Игры Тотализаторы Сидит У компьютера Играет Игры Что-то Что Занимает Его Тягу Да Он Не пьет Но Он Начинает Что-то Делать Другое Также Разрушительное Если он Начинает Заниматься Спортом Это Как бы Это Лучшая Ситуация Потому что Эти рецепторы Тогда Физиологически Направляют Энергию В нужную Да И эти Эндорфины Выделяются Когда человек Занимается Спортом Или хобби Тогда Это что-то Другое Но когда Он просто Держится Он может Пойти В другую Проблему И это Большой Риск Если говорить О процедурах Раскодирования Так называемых Насколько Это популярно Ой Есть процедуры С которыми Я не могу Согласиться Потому что Это Нелогично Значит Или Не определился Не определилась Цель Уже Поначалу Поспешили Все И Ну Мне кажется Ну Я не могу Согласиться С этим Нужно Нужно Это делать Профессионально Если это Случается Пусть за это Отвечает Человек Который Это делает Это То есть Вы выступаете Если процедура Сделана Значит Ну Тогда Этот год Такой Как есть Но Может быть Надо Что-то Другое Еще Придумать Если Ну Так Хочется Пить Что Хочется Раскодироваться Поймите Вот видите Тут Говорит Тяга Хочу Раскодироваться Мне все равно Хочу Пить Я Это Какое Ужасное Это Чувство Да Вы сказали Нужно Придумать Что-то Другое Но Вот О Реабилитации Если Человек Успешно Закодирован И хочет Бороться С этим Опять же Тяга Она Не уходит Но он Пытается И психологически К этому Готов Какие Возможности Сегодня Реабилитации Существуют Вы уже Упомянули Опять же И общество Анонимных Алкоголиков Да Это Насколько я слышала В Риге Каждый день Можно найти Где бы не было Группу На латышских Английских На всех языках Мне кажется Есть Да И Это Можно Опять же Если Чувствуется Что тяга Есть И есть Какие-то Сомнения Что вообще Болею Я не болею Пробовать Идти на Мотивацию На Миннесоту Да Которая Занимает Неделю Или месяц Левизационный центр Ну Не совсем Это Стационарная Психотерапия Да Она есть Государственная И платная В нашем Государстве Да В Риге И в Елгаве Да Так что Можно Это Искать И использовать Чтобы Утвердиться В своем выборе Трезвой жизни Это очень Нужное Да И Есть Рехабилитации А рехабилитации Есть государственные Тоже Елгаве Но Много Негосударственных Рехабилитаций Которые Связаны С Религическими Организациями Или Ну Скорее всего Это именно Так Да Но И есть В других Бывает Что едут Другие Государства Чтобы Уйти От Своего Общества Да Но Есть В нашем Государстве Больше С религии Связанные Но Как я Уже Раньше Говорила Любой Методик Хорош Если Это Дает Позитивный Взнос В жизнь Человека И его Окружающих Если Кто-то Из этого Теряет Ну Главное Что он Сам От этого Теряет Или Выбранную Терапию Или Продолжение Выпивания Да Значит Что-то Не так Что-то Надо Менять Важен Витя Путь Реабилитации Для тех Кто Был Рядом Для Созависимых Это Очень Серьезный Фактор И Иногда Бывает Так Что Больше Поначалу Надо Работать С Близкими Чем С С Зависимым И Есть Тоже Группа Поддержки Для Созависимых Называется Аланон Где Встречаются Матери Дочери Мужья Братья Потому Что Человека И Зависимого Близкого Гложит Такие Чувства Вины Стыда Которые Очень Разрушительны И В таких Ситуациях В этих Чувствах Человек Заблуждается И Действует Или Помогает Скрывать Или Манипулирует Ситуация Чтобы Как-то От этих Чувств Убежать Но Опять И Признание Самого Больного И Его Близких Что В них Это Чувство Есть Но Нужно Закрыть Дверь Этой Зависимости Но Открыть Дверь Чему-то Другому Альтернативу Альтернативу И Это Поведение Когда Меняется Зависимое И Должно Меняться И У Тех Которые Живут С ними Такое Созвучие Должно Идти Вместе Именно Так Потому Что Поначалу Иногда Кажется Что Это Как Даже Игра Человек Пьет Его Все Бьют И так Далее Он Чувствует Себя Виновным Перестает Пить Он Начинает Работать Для Всех Для Все Он Вообще Такой Гладкий Что Все Довольны Но Как Долго Человек Может Никому Не Отказывать И Быть Самым Хорошим Для Всех Удобным Как Диван Нет И Он Начинает Какой-то Момент Ему Доедает Он Начинает Пить А Близкие Иногда Уже Начинают Вибрировать Даже Раньше Чем Человек Начинает Пить Уже Сомнения Контроль И Так Далее И Это Очень Опасно Доверить Ответственность Про здоровье И жизнь Другому Человеку Это Нормально Это Если Каждый Живет И За себя Отвечает Это Просто Прекрасное Общество Но Когда Кто-то Берет На себя Слишком Много Он За себя И за Того Парня Начинает Отвечать Значит Тому Парню Есть Возможность Спить То Зона Комфорта Как Раз За тебя Несут Ответственность Другие Конечно Он Не Встречается С Последствиями Есть Только Упреки Но Последствий То Нету И Вот Учиться Отступить В свою Зону Ответственности Это Надо Близким Иногда Учиться И Понимать Что Иногда Отказ Нет Это Нормально Чтобы Не Случилось Нам Пора Сейчас Уже Заканчивать Проанонсирую Что В следующую Среду Также Программа Выбор Выйдет В прямой эфир На радиоболтком И гостем Программы Станет Алкоголик Который Не употребляет Уже более Трех лет Он Прошел Такой непростой Этап На пути К тому Чтобы справиться С этим Он потерял Близких И В том числе Был в тюрьме Наш герой Расскажет О том Как он Сделал Свой выбор И как он Продолжает Бороться Сейчас Сегодня Гостем программы Была врач Нарколог Илзе Максима Я благодарю вас Яна Смирнова И это была программа Выбор Мы встретимся через неделю До свидания До свидания